День добрый! Есть чуть-чуть новостей, поэтому хочу с вами поделиться. Одна радостная новость, то, что на сайт можно теперь загружать новые бритвы. Ну и параллельно нехорошая новость, то, что там дизайн еще не доделан, но вот-вот-вот-вот, как бы скоро уже. И что я хочу сказать, то есть вот здесь лежали еще бритвы, они почти все ушли, то есть нашли своих хозяев, но осталось две штуки, я сейчас просто их уже упаковал. Одна с черным рогом и резным обушком, другая с белой костью оправа и там с позолотой, в общем, которая, я вам говорил уже такая, быстро сотрется которая. Вот, две штуки осталось, они сегодня будут развешаны на сайте, и вот стараюсь вместе с этими тоже одновременно развесить на сайте. Это бюджетные уже бритвы, но одной из них, вот из широких, нет уже, то есть она тоже ушла к своему хозяину, и поэтому осталось пять. А меня тут спрашивали, то есть как бы вот, посмотреть бы, выбрать бы, может быть, мало ли что, то есть вот эти вот бритвы будут 99,9 процентов с такой вот уверенностью будут сегодня на сайте развешанном наличии. Вот, цена максимум 5. Не нравится мне, как она вот неровно закрывается, но вот это из широких. Вот так вот, кратенько так. Что дальше? Дальше больше. То есть больше. Конкретно больше. Будет вот такая вот опять модель. На сайте там одна штука, по-моему, осталась из таких. Вот, но это эти модельки, они были сделаны как, то есть обушок там где-то 7, а вот середины, то есть там примерно так 1,4, но выведена ближе к 1,2. Вот как вот так вот, такая вот геометрия этих вот бритв. Вот, хочу сделать эту же модель, то есть вот как она в руке, она большая, тяжелая штуковина. Вот в районе 7 миллиметров только обушок. Эту модельку хочу произвести из дамасской стали, хочу произвести из моно стали, пока еще не решил, помиряюсь тут, какая больше подойдет. И вот сейчас у меня мысль, что лучше из нее сделать. То есть или английский клин, ну вы знаете, там когда такая легкая, такая вогнутость есть по лезвию, или 100% клин. Вот этот вопрос прямо сейчас вот реально у меня прям дилемма, и прям какой-то завис, я не знаю, что делать. Так что если с вашей стороны будет подсказка, как говорится, что лучше будет, английский клин из нее, или большой, так большой, весистый английский клин, или 100% клин. То есть заранее буду благодарен, то есть так как я сейчас просто, я не знаю, что мне сотворить. Вот с такой вот оправой она. Нет, с проволокой не получится мне сейчас вам показать. Вот, по-моему 11-й, там на сайте есть такая бритвка, под номером 11, вроде и да. Вот, сейчас занимаюсь сталюгами. То есть как сталюгами, сейчас все производится, вот тот же самый Дамаск, та же моносталь. Процесс не быстрый, вообще не быстрый, прям вот. То есть в ближайшем будущем не смогу обещать, что вот это вот будет уже даже вот в таком вот, в такой заготовке вырезанной по контуру. Поэтому ничего пока такого не скажу, никакой определёнки. Ну что ж, я пока занимаюсь, в общем, наладкой тут оборудования. Оно всё изнашивается. Пускай там не максимально, но уже надо заранее как бы всё это дело делать так, чтобы в любой момент взял и сделал. И всё хорошо. Да, набушник, набушник вот делал я латунный, чтобы точить клины, не понравился. Точнее, понравился тем, что он угол держит шикарно, практически не стирается от латунь. Но он пока ёрзает, оставляет вот тут вот такие полоски, цапки. А это уже неэстетично, некрасиво. От латунной бритвы там 19 век какой-то, она и так уже зашарканная, да некуда там. Это ни о чём. То есть вы там даже не увидите этих полосок. А вот на таких вот зеркалках, да, всё на виду. Пришлось тут мне сейчас выкручиваться. Думал, или руки обрежу, или уберу цапки. Второе получилось, то есть руки целы, цапки убрал. Но было напряжно, я вам скажу. Поэтому буду дальше что-то думать по поводу такого набушника. Вот. Ну, что ещё сказать? В принципе, больше-то и нечего. Вроде как всё. Ладненько. В общем, встречайте на сайте. Вот те две бритвы, что здесь лежали. И вот эти вот бюджетные бритвы. Сегодня постараюсь уже их вывесить. Всё. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова